МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшняя проповедь будет как вступление вступление к огромной теме, которая называется Дары Святого Духа. В частности, вы слышали о Дарах Святого Духа в своей жизни. Часть вообще даже не знает, что это такое. Часть верующих действительно пользуются этими Дарами в своей жизни. И каждый верующий нуждается в Дарах Святого Духа. Дух Святой – это Божья сила, которая действует в этом мире. Она может изменять разные вещи. Она может вести нас. И Дух Святой – это не новозаветное понятие. Это то, что было и в Танахе. И я думаю, что несколько недель назад Леон говорил, упоминал это из книги Бития. Помните, когда в самом начале Божьего Слова, когда Бог творил эту землю, написано, что Дух носился над землей. Какова сущность, какова должность Святого Духа? Из стихов в Битии мы видим, что это сила, которая защищала, изменяла и творила. Это было что-то, что творило, что-то, что помогало в устроении. Мы также знаем очень много мест Писания, когда про пророков написано, что они исполнялись Святого Духа и начинали пророчествовать. Что они говорили? Они говорили о вещах, которые прославляют Бога и также ободряют нас на что-то. Это должность Святого Духа – прославлять Бога и вести нас. Ободрять нас. Если мы посмотрим в Новом Завете, я хочу прочитать Евангелие от Иоанна 16 главу. Там написано, что Иисус говорит, «Это не только что-то, что мы видим, 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 что мы видим. Одно из функций Святого Духа – это вести нас и научить нас правде. Показать нам путь. Вместое, Иисус говорит, «Если я не пойду, то не придет утешитель». Он зовет Святого Духа утешителем. Это кто-то, кто утешает нас. Это тот, кто ободряет нас изнутри. Утешение – очень важная часть нашей жизни. Потому что у каждого из нас есть периоды в жизни, когда происходит что-то тяжелое. И когда рядом с нами есть кто-то, кто утешает нас, это помогает. Но иногда утешение человеческого недостаточно. И только Дух Святого может дать что-то больше того. Истинная утешение. Это одна из функций Святого Духа. Одно из имен, согласно традиции еврейской, одно из имен Машиаха – это утешитель. И здесь мы, да, видим связь между Святым Духом и Господом Иешуа. Когда мы начинаем понимать функции Святого Духа, тогда мы начинаем, можем начать говорить про дары Святого Духа. До того, как мы проговорим, что это за дары, очень важно понять цель даров, для чего Дух Святой дает нам дары. С чего все начинается и что с этим делать? Как в конце можно достигнуть этих даров? Это, в общем, то, о чем мы поговорим сегодня. Есть ли какое-то условие для принятия даров Святого Духа? Я хочу поговорить о цели даров Святого Духа. Иногда мы думаем, что дары, которые дает Святой Дух, это что-то для нас. Что-то, что будет отличать меня от других людей. Это, иногда, когда я молюсь о дарах Святого Духа, именно эта цель является моим двигателем. Я не говорю о себе сейчас, я говорю о большой части людей. И так люди, которые, может быть, молятся о дарах Духа Святого, они говорят, я сейчас получу этот дар, и я буду таким большим, уважаемым человеком. И все будут на меня смотреть и говорить, у тебя есть этот дар, а у меня вот его нет. Но это не правильный двигатель. Это не правильный двигатель. Это не правильный двигатель. И дары Святого Духа не были предназначены для того, чтобы мы могли потом хвастаться ими. И одна очень дополнительная важная вещь. Спрашивали ли вы себя, вот я получу дар Святого Духа, что я буду с ним делать? Иногда мы часто просим какие-то вещи в нашей жизни, и мы потом не знаем, что с ними делать. Представьте, что вы получите все дары Духа. Есть основные девять. Позже будем говорить. Ну, представьте, вот вы получили все девять даров Святого Духа. Вы умеете пророчествовать. Вы можете посмотреть на человека и понять, что происходит с ним внутри. А вы получили дар пророчества, и можете сказать, что будет в будущем, или что было в прошлом. Но даже если вы получили эти дары, вы можете продолжать сидеть целый день на диване, ногами вверх, и смотреть телевизор. И тогда какую пользу принесут эти дары? Иногда вы можете прийти и захотеть собрать сокровища, которые потом положите в коробку. Вы можете положить в коробку и спрятать на чердак. Собираете, собираете, постоянно докладываете туда. Но в этих сокровищах нет никакого смысла, если вы не используете их. Через несколько дней, недель, лет вы можете умереть, и все. И все остается там, в закрытой коробке. Поэтому дары Святого Духа даны для того, чтобы мы их использовали. Чтобы мы не сидели на диване и смотрели телевизор, но чтобы мы что-то делали. И что мы должны делать с ними? Дары Святого Духа — это инструменты, которые даны нам в помощь. Для какой помощи они нам даны? Несколько вещей, что говорят об этом Писании. Приводить к вере неверующих людей. Устроить тело Мессии. Ободрить общину и других людей. Ободрить себя самого. И дополнительная вещь. Дары Святого Духа даны нам для пользы. Это то, что написано в первом Коринфинах. Парк 12, пасух 7. 12 глава, 7 стих. Каждому даны дары Святого Духа на пользу. Что значит на пользу? Если я использую дары Святого Духа и вижу, что какой-то из даров принес вред другому человеку, это не на пользу. Дары Святого Духа ободряют. Восстанавливают человека. Они говорят о чем-то во благо. Даже если ты говоришь о чем-то плохом, которое происходит вокруг тебя. Но цель это, чтобы из плохого вышло хорошее. Поэтому дары Святого Духа, они очень важны. Я хочу понять, я хочу поставить на этом ударение, чтобы вы поняли. Тело Мессии не может существовать без даров Святого Духа. Это будет что-то мертвое. У меня был такой период, когда ты идешь в общину, и все вроде бы в порядке, и вокруг все хорошо. И ты видишь благословение Бога. И ты проставляешь Бога, и ты читаешь Писание, и все хорошо. Но вдруг ты внутри чувствуешь, что чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Хасер хаим. Не хватает жизни. Хасер негия של Руаха Кодыш. Не хватает прикосновения Святого Духа. И это начало меня беспокоить. Я начал искать, начал больше искать Бога. Потому что Бог хочет, чтобы мы жили. Чтобы жизнь верующего была жизнью. Чтобы мы могли чувствовать движение, действие Бога в нашей жизни. Кто хочет видеть действие Бога в своей жизни? Все хотят. Может, есть, которые сомневаются. Но мы да, хотим. И в конце мы поговорим о том, что нужно сделать для этого. Сейчас я говорил о том, насколько важно, чтобы Дары Святого Духа были среди нас. Это показывает нам путь. Это восстанавливает нас, ободряет нас и приносит благу весь неверующим людям. В израят Матно Труоха Кодыш. Анахну мархивим от Мальхута Иллоим. В мекарвим от Толе Арыц. С помощью Даров Святого Духа мы расширяем Царство Божье на этой земле. И приближаем Небесное Царство сюда, на землю. Но до того, как мы начнем говорить о Дарах Святого Духа, есть несколько для этого условий. Если мы посмотрим в Писание, то в основном про Дары Святого Духа написано в Первом Послании Коринфинах. Написано в Двенадцатой главе, потом в Четырнадцатой главе. Написано об этом в Послании к Ефесянам. И что интересно, если мы посмотрим внимательно, то Шауль говорит, между делом, между, как бы, другими словами о Дарах Святого Духа. И какие здесь просматриваются темы? Две вещи и два условия. Первое — это единство, и второе — это любовь. Первое — это единство, и второе — это любовь. Если между нами нет единства, очень сложно для Святого Духа работать. Помните, мы читали еще в Бытие, что могло сделать единство. Кто помнит единство в Бытие? Построили в единстве Вавилонскую башню. Даже Богу было сложно остановить и расстроить это дело. Это вообще странно звучит, Богу было сложно. Но если вы посмотрите внимательно, Он не уничтожил ее. То, что Он сделал, Он разделил народ. Он всем дал разные языки. Он внес разделение. Поэтому единство — это огромная сила. Я говорил об этом несколько недель назад. И что значит единство? Подумайте, когда мы собираемся, и мы хотим, чтобы Дух Святой действовал среди нас, и вдруг я слышу, что есть дары, которые начинают работать, для меня странно, я начинаю осуждать, судить, и говорить, что Он такое говорит, каждый может это сделать. Или он непонятно откуда придумывает свои пророчества. И этот начинает молиться на непонятных языках. И еще орет. Это приносит разделение. Это не приносит единство. Нам нужно научиться уважать друг друга. Даже подумайте, здесь, среди нас, люди приехали из разных мест. С разных динаминаций. У каждого было разное учение. Но очень важно, чтобы было единство. Хажко, чтобы мы научились принимать друг друга. Чтобы между нами были вещи, которые объединяют нас, а не разделяют нас. И тогда, когда есть единство, Дух Святой начнет работать. Это очень важная вещь. Вы не осуждаете других людей. Но просите Бога, чтобы открыл вам, чтобы научил вас тем или иным даром. И когда мы находимся в какой-то молитвенной группе. И вы слышите что-то, что вам неудобно слышать или неприятно. Аз титраксу о Ле-Лу-Им. Сфокусируйтесь на Боге. Хажко, что мы сможем ле-нула в том же направлении. Важно, чтобы мы могли двигаться в одном и том же направлении. В том направлении, куда Бог ведет нас в тот момент. Это связано с единством. Если вы начали молиться в одном направлении, кто-то в этом же направлении получает пророчество. И если кто-то приходит и начинает молиться про другое, то здесь нет единства. Да, я сейчас говорю немножко о молитве. Потому что все начинается с молитвы. Могу сказать из личного опыта. Когда ты находишься среди людей в молитве, всегда есть в голове какая-то молитва, которую ты хочешь произнести. И даже в то время, когда люди молятся за одну или какую-то другую тему, ты все равно упрямо держишь свою молитву в голове, и даже пытаешься подобрать правильные слова, как потом произнести ее. Вам это знакомо? И вот ты себя собрал, подготовил, и изливаешь ее. И вообще не важно, что она уже не в тему, уже говорят про другое. Самое главное, я это сделал. Нам нужно научиться двигаться в духе. Я не говорю, что нужно умолкать, когда у тебя на сердце что-то лежит. Но нужно двигаться в духе. Это приносит единство. Второе, что я сказал, это любовь. Где написано? Где написано в Новом Завете про любовь? Первое Коринфянам, тринадцатая глава. Есть люди, которые пытаются это местописание выучить наизусть. И эта глава как раз как бы встревает между двух глав про дары Святого Духа. И написано здесь однозначно, что если нет любви, то все дары Святого Духа не имеют никакого значения. Я даже хочу прочитать. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Если у нас будут все дары Святого Духа, но не будет в них любви, то нет ничего, никакой пользы в этом. Потому что наш двигатель это любовь. Когда ты просишь у Бога, Он тебе дает утешать других людей. Когда ты хочешь поделиться той любовью, которую ты получил от Бога, тогда Бог дает тебе дары. Поэтому любовь это что-то очень важное. Когда мы говорим с кем-то, когда мы имеем общение и отношение с другими верующими, любовь должна быть в центре. И эти дары, они приходят для того, чтобы ободрить, а для того, чтобы сделать что-то хорошее. Для того, чтобы проявлялась любовь. Аминь? Аминь. Это два очень важных условия, единство и любовь. Мы продолжаем. Сейчас мы начнем немного говорить про осами дары Святого Духа. Мы можем разделить на несколько категорий. Из Писания мы видим, что есть дары служебные и дары Святого Духа. Давайте прочитаем Ефесянам 4 глава 11 стих. Здесь написано так. И одних поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Мессии. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного в меру полного возраста Мессии. Аминь. Евангелист, Роэ, Пастырь и Морэ. Это 5 стих. Пять служений, которых Бог дал нам для чего? Акшав Карану, тестаклю, где и ма ласот? Для чего дал? Для созидания тела Мессии. Чтобы мы могли устроить тело Мессии. Чтобы мы могли расти и быть похожими а за дворами они очень важны в теле Мессии. Это наше служение. Апостол ездит в разные страны и взращивает общины. Взращивает лидеров общин и старейшин, которые там будут служить. И так далее. Неви, уба, в маудеда нашим омер двар миля. Пророк встает для того, чтобы передавать народу Божьи слова. Мы васер убавим и доберем а нашим льо ма миним где льяви и двар и луим и леем. Евангелист говорит с неверующими людьми для того, чтобы рассказать им о вере в Бога. Рои кииля, дое для кииля. Пастырь заботится об общине. Взращивает общину. Есть учитель. Учитель это не просто так, это тоже дар Святого Духа. Это тот, который может толковать Писание, который может взять что-то сложное и рассказать так, чтобы другим людям это дары служебные. И служебные дары, они да, очень-очень связаны с дарами Святого Духа. Как они связаны? Дары Святого Духа помогают тебе для того, чтобы совершить свое служение. Давайте прочитаем, какие есть дары. В общем, написано в первом Коринфинах в 12-й главе. С 7-го по 11-й. Великол Иш нетнет отгалют рух для лео ил. Лезе нитан ал-ядей рух двар хохмал, лезе нитан двар дат ал-пи от рух, лезе нитан от имуна ал-я-дей от рух, лезе мотно тарипуи ал-я-дей от рух, лезе яхолет лясот нисим, лезе нивоа, лезе офхана бейна рухот, лезе миней лошонот и лезе пирус ал-я-шонот Но каждому дается проявление духа на полезу Одному дается духом слово мудрости другому слово знания тем же духом иному вера тем же духом иному дар исцеления тем же духом иному чудотворения иному пророчества иному различные различения духов иному разные языки иному истолкования языков Есть здесь девять даров Святого Духа. И как я сказал, они очень связаны со служением. Если человек евангелист, то в основном ему Бог дает слово мудрости и дар исцеления. Это также может быть слово знание. Мы скоро поговорим об этом. Если кто-то является лидером общины, то Бог дает ему дары, которые помогают ему в его служении. И первое, что я спрашиваю, к кому Бог дает эти дары? Кому-то особенному? Только мужчинам или только женщинам? Помните, есть одно пророчество в книге пророка Иоиля, и то, что произошло в книге Деяний во время праздника Шавуот. Когда Петр встал и сказал, то, что вы видите, это исполнение пророчества Иоиля, когда он сказал, что из-Аль-Ю от Духа моего на всякую плоть. Он сказал, «Я из-Аль-Ю от Духа моего на всякую плоть». Неважно, кто ты, мужчина или женщина. Это не мешает гиль שלך, а им это бен 11, о бен 18, о бад 20, о мевугар. Это не мешает, а им это ашир или бедный, шахор или левень, белый или черный, или желтый. Это не мешает, неважно, всякая плоть. Иллюхим хочет дать всякой плоти, тебе и мне. По нашему карану в ришунах на Коринфянам, кантув шам, что для каждого не тянет рух, не тянет летоэлет. Написано, что каждому дает сопровождение от Духа на пользу. Потом написано, что каждому дает согласно своему желанию своей воли. Поэтому дары Святого Духа даны каждому. Нет никого, кто бы мог сказать, Бог меня не выбирал. У меня нет никакого дара. Он говорит, каждому. Это очень важно понять. Когда мы говорим о дарах Святого Духа, которые даются каждому, можно их разделить на три категории. Первое называется Дары и Откровения. Какие дары входят в эту категорию? Слово Мудрости, Слово Знания и развлечения от Духов. Дары Откровения, Слово Мудрости, Слово Знания, развлечения от Духов. И цель этих даров показать народу истину Бога и то Знание, которое есть. Клумар, Иллюхим но тен мида шелонитенет, шелонитан ласигу токаха ме айеда Аклали. Зе ма шо неси. Например, Бог хочет передать какую-то информацию, которую невозможно найти в других источниках. Зе ма шо унеси, зе ма шо ме Иллюхим. Это что-то от самого Бога. А зе матнота Итгалют. Это дары и Откровения. А давар ашени, зе матнота коах. Второе, это дары силы. Эмона. Вера. Матнат рипуй. Дар исцеления. В матнат нисим. И дар чудотворения. Самое круто. А матара зе латет ле бенадам ма амин бемет коах. Коах ба улям азе. Коах ше еш рак ецел еллоим. Цель это дать верующему человеку силу, которая есть только у Бога. Зе коах ше бенадам рагиль ле яхоль пашут лештамеш бах. Это сила, которую обычный человек не может использовать. Ки зе рак ма шушемагеем еллоим. Потому что это что-то, что приходит только от Бога. Категория шлишит. Третья категория. Зе матнот и дуд. Это дары ободрения. Ма ше нихнас по зе невуа. Зе лашонот. Сюда входит пророчество. Ве перуша лашонот. Различные языки и истолкование языков. Ве аматара по зе леодет, зе ля рот это имет, зе линахем. И цель этих даров это ободрить, показать истину и утешить. И именно эта категория очень важна для тела Мессия. Потому что мы говорили, что каждый из нас проходит различные обстоятельства и события в своей жизни. И поэтому ободрение очень важно. И я хочу коротко пройтись по каждому из них. Возможно, в следующий раз, я не знаю, когда получится, мы будем говорить более глубоко об этом. Но очень важно понять каждый дар. Поэтому так мы сможем понять, есть ли у меня это? И есть ли у меня куда продвигаться и для чего мне Бог дал этот дар? А за давара решон, ма ше дебарну, зе миа категория ше литгалют, зе некра двар хохма. Первое, о чем я говорил из категории откровения, это слово мудрости. Ве адагеш по двар хохма. И здесь ударение ставится на слово мудрости. Очень отличается от просто мудрости. И когда мы говорим и шумим милях хохма, мы мы говорим, что это ма ше доме, как я ицель мэлех шломо. Потому что, когда мы говорим про мудрость, мы начинаем сразу думать про то, что было у царя Соломона. У него была особая мудрость, когда он мог понимать ситуацию. В один момент он мог просчитать ситуацию и дать решение и способ решения этой проблемы. Но слово мудрости это что-то совершенно другое. Есть слово и есть предложение. предложение это все то знание, которое есть у Бога. Это что-то, что мы не можем понять и оно скрыто от наших глаз. А когда мы говорим о слове мудрости, это означает, что это маленькая часть из всего того огромного знания, которое Бог открывает человеку. Азмилят хохма, זה בעצם кшээллоим марэлеха ма шо шээммур лекрот. Поэтому слово мудрости это когда Бог показывает тебе что-то, что должно произойти. Это то, что когда Бог знает всю картину и он тебе открывает частично. Ванзу яхоль гамлор лорак ларот лиха и легам латэт лиха улай адраха ма ласотем и тогда когда он открывает не только показывает тебе но также дает направление какое-то руководство к действию. Это слово мудрости. Я очень коротко говорю обо всех. Второе это слово знания. Слово знания похоже. Это откровение от Бога когда Бог показывает тебе ситуацию которая происходит или которая уже была. Например ты говоришь с человеком или ты молишься за человека и вдруг Бог открывает тебе то этот человек прошел в своей жизни или что с ним произошло сейчас или вчера или сегодня. Ты даже можешь прочувствовать его боль. Это слово знания. прошлое и настоящее что проходит у человека. Окей Добавра раба. Следующее мы говорили о слове мудрости и о слове знания. это развлечения духов. И третье это развлечение духов. И когда мы говорим про развлечение духов это не означает что человек умеет различать бесов которые вдруг есть какой-то человек одержимый бесами. Но есть такой дар когда ты различаешь что есть хорошего и что есть плохого в ты точно знаешь говорит он тебе правду или нет. Ты вдруг чувствуешь что им движет когда он сделал одно или другое. И вдруг важно понять что это не просто так что у какого-то человека есть какой-то дар. часто эти дары они связаны друг с другом. Например ты один раз чувствуешь что этот дар работает в другой раз ты чувствуешь что другой дар начинает работать. Это то о чем говорится когда мы имеем ввиду развлечение духов. ты можешь даже почувствовать что человека держим каким-то бесом. Но это не эмоции. Потому что иногда мы смотрим как человек действует из эмоций и мы из своих эмоций говорим вот ты держим бесами. И вдруг ты из каждого человека начинаешь изгонять бесов. Потому что каждый иногда может поступать не очень приятно. ты хочешь из каждого бесов изгонять начать. Это так не работает. Вторая категория это ковец для времени. Мы говорим о вере и силе. Что значит дар веры? Это когда Бог заходит и он может изменять обстоятельства и положения в котором находится человек. Мы говорим про веру но это часто что-то что не связано со мной. Это не связано с моими усилиями. Иногда ты можешь просто осознать что ты ограничен в чем-то и от тебя уже эта ситуация не зависит. но у тебя есть такая сильная вера что Бог не смотря ни на что разрешит эту ситуацию. Ты веришь в это ты знаешь это и ты делаешь шаги этой веры и вдруг Бог вмешивается и все меняет. Это вера которая не только может совершать чудеса это что что приходит от Бога. Но это что происходит внутри из тебя. И написано что это дары. Это не просто так да Бог я верю это что то больше. Это вера намного более сильная. второе это чудотворение. Когда мы читаем Танах мы видим что бывали очень были очень многие чудеса. Это не связано с исцелением это не чудо исцеления. Это были какие-то явления когда ты смотришь и понимаешь что это что-то противоестественное. Какие были чудеса противоестественные? Ишуа шел по воде. Море раступилось. Если мы внимательно подумаем мы можем сделать очень большой список всех чудес которые описываются в Танахе помимо исцеления. То что было в пустыне когда народ израильский вышел из Египта у них чудеса были практически каждый день. И Бог может дать верующим людям естественно не каждому дар чудотворения. когда ты говоришь человеком и когда ты рассказываешь ему о Боге ты можешь делать чудо. Это очень важный дар и я думаю что он очень связан именно с даром евангелизации. Третий дар дар исцелений. Написано во множественном числе. Мы думаем иногда что когда у меня есть дар исцеления то мы можем исцелить все вокруг. А здесь написано дары исцелений во множественном числе. То есть для каждой болезни есть особый дар. И когда мы смотрим как выходили на служение ученики Ишуа то мы видим что были те болезни которые они могли исцелять и те болезни которые они не могли исцелять. естественно мы хотим и стремимся чтобы у нас были эти дары исцеления чтобы любые болезни мы могли исцелять. мы должны помнить что дар исцеления это только одно из способов как можно получить исцеление. Иногда ты просто берешь таблетку и тебе помогает. Это одно из способов. Дар языков. Это уже третья категория которая говорит про ободрение. И дары иных языков истолкования языков и пророчества они все относятся к этой категории. Когда человек встает посреди общины и начинает говорить на непонятном языке. он сам не понимает что он говорит. Но через эти слова что-то исходит от духа и Бог хочет передать какое-то слово общине. И возможно это выглядит странно. И может других люди которые не знающи или не верущи написано что когда они будут смотреть на этих людей, они будут говорить, что он просто поехал умом. И может быть часто у вас в голове проходит такая мысль, действительно ли я говорю иными языками, или это просто что-то, что я сам себе напридумывал. Было такое? Мы уже когда-то спрашиваем, может быть, я просто все себе придумал, я настолько профессионально придумываю какие-то слова. И тогда кажется, что я уже просто предложение на иных языках говорю. Но это особенный дар, которым Бог хочет ободрить свою общину. Написано, что мы можем молиться на языках. Это что-то, что когда Дух работает и ободряет нас изнутри. И с этим все в порядке. Нам нужно понять, что с этим все в порядке, и человек, который это делает, он не странный. Но важно также понять, что если кто-то говорит среди вас именно в общине, важно, чтобы был кто-то, кто может истолковать. Потому что, если нет толкователя, то и нечего говорить, потому что никто ничего не поймет. И очень важно, чтобы мы также молились о даре истолковании иных языков. И последнее, это не, я еще не закончил проповедь, это пророчество. Мы очень часто, когда думаем про пророчество, мы думаем, что имеется в виду только то, что произойдет в будущем. Что когда вдруг я получаю какое-то откровение того, что будет в будущем. Это не связано с пророчеством. Написано, что пророчество, это что-то, что ободряет другого человека. Которое утешает другого человека. Вместе с пророчеством человек может получить то, о чем мы говорили. Слово знания, слово мудрости. Но пророчество для того, чтобы ободрить человека. Когда ты молишься за человека, говоришь ему слова, которые ободряют его и восстанавливают. Когда после разговора с тобой у человека есть новая надежда. У него есть желание изменить какие-то вещи в своей жизни. Идти больше приближаться к Богу. Покаяться и измениться. Это то, что связано с пророчеством. И последняя тема на сегодня. Как мы можем получить эти дары? Мы говорили о том, для чего они нам нужны. Мы говорили, каковы условия любовь и единство. Говорили о том, какие есть дары и какие есть служения. И последнее, важно, это как я могу получить это. Потому что Бог сказал, я каждому даю их. Давайте мы прочитаем Деяние, вторая глава. Пасух 38-8, 38-9. 28-29. Это рассказ о том, как ученики получили Святого Духа, и тогда встает Петр и начинает говорить. 38-39. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Ишуа Мессии для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обитование и детям вашим и всем дальним кого не призовет Господь Бог ваш. Он говорит, это обещание для вас и для ваших детей. Это обещание для всех ближних и даже дальних, даже которые не евреи, кого Бог призовет. Но вот что нужно сделать. Покайтесь. И потом он говорит, погрузитесь в воду. Погрузитесь в воду и покайтесь. Естественно, что все начинается с покаяния. Когда мы принимаем Ишуа своим Господом и Спасителем. Потому что он естественная жертва. И без этой жертвы у нас нет прощения грехов. Он говорит, осознайте свои ошибки. Помолитесь и покайтесь. И очень многие люди это делают и сделали это в прошлом. Есть, которые это еще не сделали. Возможно, это к вам придет. Мы находимся среди тех, которые это сделали. И тогда он говорит, погрузитесь в воду. И тогда многие могут сказать, я, например, прошел водное погружение и я не чувствую, что что-то произошло. Я, например, могу сказать, вот, я погрузился в воду и я не чувствую, что Бог мне прям начинает действовать в силе дорог Святого Духа. И есть третье, о чем мы сейчас поговорим. Но вот эти два условия, покайтесь и погрузитесь в воду, это связано даже с нами, которые верующие 20 лет. И тогда вы спрашиваете, что мне каждый день погружаться в воду, еще раз это сделать? Каждый день это делать? Нет. Покаяться, это значит признаться перед Богом. Понять, что то, что я делаю, это грех. И когда мы погрузились в воду в прошлом, это был акт, это было действие моего исповедания. А сегодня, если я уже прошел в прошлом водное погружение, то сегодня я каюсь и я меняю свой путь, я изменяю свои действия. И это действие является параллельным водному погружению. И вот здесь важное слово. Здесь говорится, об этом написано в первом Коринфинах, 12 глава, 31 стих. Ревнуйте о дарах больших. И в 14 главе, в первом стихе написано, достигайте любви и ревнуйте о дарах духовных. Он говорит, ревнуйте, то есть попытайтесь их, делайте все, чтобы их получить. Это не пассивное состояние. Это не как я полежал немножко, потом пришел в общину, еще что-то поделал. Он говорит, просто достигайте, бегайте за этим, принимайте, делайте какие-то усилия для этого. Просите у Бога. Ревнуйте об этом. Подумайте о ситуации, когда вы чего-то ужасно хотите, о чем-то вы очень ревнуете. Ревнуйте, это вот желание до ревности о дарах Святого Духа, это что-то замечательное. Когда человек о чем-то начинает ревновать, то он начинает делать какие-то шаги для достижения этого самого. Вдруг ты увидел у другого человека такую очень классную машину. очень дорогую машину. Рехев спортивный. Есть люди, которым просто побарабану эта спортивная машина. А если ты любишь машины, то ты просто смотришь и говоришь, вау, какая машина, я тоже хочу. И настолько тебя это съедает, то ты начинаешь делать какие-то шаги для того, чтобы это достигнуть. Или сумочка, лучше примерно много, да. Сумочка какая красивая у моей подруги. Да, необязательно. Ну, даже это дешевле, чем шикарная машина. А затем отхил лихтов латсмехат тохнит. Окей, улай не цех лаводью ТР. И ты начинаешь строить себе бизнес-план. Вот мне нужно больше поработать. Улай не цех линцоли медина, где ласиг это. Возможно, мне нужно поехать в определенную страну, чтобы ее достигнуть там. И ты начинаешь строить планы и достигать этих планов. И когда ты приобретаешь, говоришь, вот, все, у меня это есть. Не знаю, как ты потом, насколько ты доволен на протяжении какого времени. первую неделю точно очень доволен. Спустя год, я не знаю. Потом говоришь, вот дебил, сколько я для этого сделал. но это пример, как мы должны, как Бог говорит, искать и стремиться получить дары Святого Духа. И Бог знает сердце каждого из нас. Он знает, как лучше нас и какой дар подходит нам. и когда он тебе дает определенный дар, это определяет тебя, на какое служение он тебя хочет поставить. Мы часто говорим, что ты хочешь, чтобы я делал на этой земле, какова моя функция, какова моя должность. Эти дары могут помочь нам. А часто это начинается по-другому. Сначала мы начинаем что-то делать. Например, ты начинаешь говорить человеку о Боге, ты Ему благовествуешь. Первому, второму, третьему. И тогда Бог тебе твое служение, которое ты уже начал, сопровождает тем, что дает тебе дары Святого Духа. Часто так это работает. Потому что дары это помощь для того, чтобы тебе что-то делать. Эта тема очень длинная, очень тяжелая. я вижу, что некоторые устали. Я надеюсь, что вы меня услышали и что мы продолжим говорить более глубоко на эту тему. Я хочу помолиться. давайте ему встанем и помолиться. Аллилуйя, мы хотим жить в твоем присутствии и в твоих дарах. и не для того, чтобы похвастаться самим собой, но чтобы исполнить твое служение на этой земле. как я молился. да будет твоя воля здесь, в нашей жизни, на этой земле, как на небе. Дай нам желание искать твоего лица, искать твоих даров, искать пробуждения в нашей жизни. Я молюсь во имя Ишу. Аминь.